Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я хотела бы сделать обзор нашего нового чайника, а вернее термопода. Но для начала хотела бы рассказать, почему мы его приобрели, потому что у нас в принципе был плохой статус термопод. И кстати, обзор на моем канале этого термопода есть. Может быть вам именно эта модель понравится, поэтому посмотрите. Приобрели мы этот чайник по причине того, что тот термопод у нас просто начал постепенно разваливаться. Но, как я думаю, что техника, которая жила 5 лет и непрерывно работала, там мы ее редко отключали, только когда далеко уезжали. Я так уже днами ночейно работал. 5 лет, мне кажется, это много для термопода, для чайника. У него начали обваливаться шелупы, там появилась, знаете, какая-то смазка, что ли, по трещинам. И последний раз, когда я открывала крышку, у него, короче, нижняя часть оказалась в самом чайнике. И нам пришлось приобрести новый. Мне тот чайник, тот термопод очень нравился. Посчитали мы примерно где-то под лету работал. Вот. И я даже мужу говорила, что давай закажем такой же. Прям такой же модель была готова заказать. Вот. Но почему мы решили заказать другой? Потому что у нас тостер красного цвета, потом у нас сокровыжималка, так можно, носорубка тоже красного цвета. Но муж решил, сказал, давай закажем уже что-то все в один тон, чтобы это более милее смотрелось на кухню. Вот. Так как у нас на кухне все стоит, вернее, стоит только тостер и чайник, остальное я как-то стараюсь выбирать, мне не очень нравится, когда много техники на кухне. Вот. То чайник и тостер мы все-таки решили, чтобы они были одного красного цвета. И когда начали выбирать, оказалось, что выбрать красного цвета очень сложно. Поэтому мы отталкивались даже не от моделей, не от фирмы, а именно просто мы должны быть красным цветом. Вот. И был такой Теслер. Он, кстати, на 5 литров. До этого у нас был термоход 3,5 литров. Но я даже рада, что мы заказали больше, потому что этот я набираю, наверное, 1 раз в день. Ну, может быть, 2 раза в день. Вот. И очень удобно, кстати, 5 литров. С учетом того, что мы сейчас после пандемии все сидим дома, у нас появился ребенок. Вот. Чай мы пьем очень часто. И, в принципе, 5 литров это самое толпное. Давайте более подробно расскажу о функциях, которые здесь есть. И покажу его ближе. Так. Здесь имеется дисплей, на котором показывается уровень воды. Но сейчас он чайник полный. Температура текущая. Это 100 градусов. Он сейчас только что закипел. Вот. Это, кстати, звук оповещения о том, что чайник закипел. Вот. И температура, которая должна быть, ну, поддерживать чайник. Вот. Там есть, по-моему, 4 возможности 4 температур поддерживать. Ну, возможности выбора. Так. Остальные функции здесь не отображаются сейчас. То есть они показываются на дисплее после того, как их мы включим именно в самом чайнике. Так. Имеется вот такая подставка. Она съемная. Ее можно помыть. Вот это все снимается. Вот. И вот эта крышечка тоже вверх не снимается. Вот. Это подставочка. Дисплей. Так. Что касается кнопок. Есть у нас возможность кипячения, выключения. То есть, если вы, например, у вас температура снизилась до 75, вот, а вы хотите, чтобы чайник еще раз закипел, то вы можете сами нажать кнопку кипячения. Так. Это кнопка возможности выбора вот именно температуры настройки. Так. Есть блокировка. Вот. И после этого нажимаем кнопку подачи воды. Это блокировка от детей. Кстати, эту функцию можно отключить в этом чайнике. Так. И кнопка чистая вода. Чистая вода и охлаждение. Тут есть функции, например, если вам нужно, вот, сейчас чайник закипел, и чтобы температура снизила до 75 быстро, то возможность быстрого охлаждения. Вот. Есть возможность установки водопроводной воды. То есть, если вы в чайник заливаете воду не из-под крана, а, например, уже чистую, фильтрованную, да, и вам не надо, чтобы она постоянно закипала, ну, кипела. То есть такая функция. И есть функция, тут есть возможность включить режим термоса. То есть, когда чайник выключается, но он поддерживает температуру, как термос работает. И тогда подача воды тоже здесь работает, что тоже немаловажно. Так. По поводу звука, да, то, что чайник скипел, вы сейчас только что слышали. Как только уровень воды снижается, он тоже оповещает об этом, начинает пищать, на дисплее начинает все моргать. И если, например, вы не доливаете воду, то он автоматически выключается, дабы избежать перегрева. Кстати, чайник очень удобно наливать вот у нас в раковине, он прям идеально сюда встает. И что тоже мне еще нравится, крышка. До этого у нас был термопод, крышка вот так вот поднималась. То здесь, и, кстати, это было не очень удобно, когда чайник моешь. Вот, то здесь эту крышку можно просто убрать. Она, то есть, никак не прикреплена к чайнику. Вот, и помыть чайник. Сейчас вот он у нас полный. По поводу чистки. Здесь есть инструкция, где все более подробно расписано. Прям доступным языком. Все вообще интуитивно-то понятно. Вот. А так здесь все есть. И есть даже возможность почитать, как мыть чайник. Вот, инструкция. Но я хотела бы рассказать свой способ. Может быть, кто-то не знает. Знаете, есть тут всякие разные штуки, которые заливаешь, да? В магазине продаются кипятиши. Потом его нужно помыть. Не знаю, как сейчас, но вот в детстве, я помню, надо было этот чайник еще потом раз 10 перекипятить, чтобы не было запаха от этого средства. Вот. Вот, хотела бы рассказать вам такой простой способ. Это обычная лимонная кислота. Может быть, кто-то не знает. Здесь вот у меня 80 грамм. Но 80 это, в принципе, многовато. Можно даже прям поменьше. Короче, наливайте воду полную в чайник. Засыпаете в пакетик лимонной кислоты. Чайник закипает, но там постоит минут 5. И просто вы эту воду сливаете, и чайник у вас будет чистый. Накипи вообще не будет. И вам достаточно просто обмыть обычной водой чистой. И все заливайте, и кипятите, и пьете чай. Вот. И мыть, там, отмывать от того средства ничего не надо. То есть вообще обычный способ. Обязательно попробуйте. Вот. Мне кажется, это самое-самое то. Кстати, если у вас уровень воды снижается, да, вы заливаете воду, вот, закрываете крышку, то чайник начинает автоматически включать кипячение. То есть как только у него уровень воды изменился, он сам начинает кипятить воду. Есть еще такая возможность, как я говорила, что есть функция термоса. То есть мы выключаем чайник, он поддерживает температуру, как термос. Вот. Возможность подачи воды. И есть отложенный старт. Это возможность, чтобы чайник автоматически включился через определенное время. Там, по-моему, до 12 часов. То есть если вам нужно, там, например, утром, чтобы чайник сам начал кипеть, вот, это тоже можно настроить на нем. Функция здесь, конечно, намного больше по сравнению с тем чайником. Вот. Но вот такими вот охлаждениями, отложенный старт, потом что еще. Вот этим всем мы как бы не пользовались пока. Вот. Пока пользуемся просто чайником. Мы настроили лишь температуру, которая должна быть, ну, до которой поддерживается. Вот. И, в принципе, все. А, ну, и функция вот этой чистой воды и быстрого охлаждения мы этим не пользовались. Мне кажется, это, наверное, все-таки может быть и лишнее в этом чайнике. Вот. Но так абсолютно все устраивает. Ну, в принципе, наверное, все, что я хотела рассказать о чайнике. Вот. Пользуемся мы, кстати, им уже, наверное, месяца два или даже три. Вот. И вообще никаких нареканий нету. Очень нравится. Он идеально вписался нам по цвету. Вот. И не знаю, как, кому, но вот я пока после использования термоплота к чайнику, например, обычному или электрическому, не хотела бы перейти. Вот. Нам очень он нравится. И вот пока никаких вообще претензий к нему. Вообще суперская вещь. Вот. Мне рада, ну, я прям рада, что мы его заказали. Всем спасибо большое за внимание. И всем пока. Пока. Продолжение следует...